Привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Сегодня поговорим о попадании бензина в масле. Какие могут быть причины, последствия и как определить наличие бензина в масле. Чтоб в этом видео не упустить какой-то важный момент, пересмотрел интернет и вот что обнаружил. Если что, тут не хватает, просто дополнить в комментариях. Мы все вам будем благодарны. Как мы знаем, уровень моторного масла надо регулярно проверить. И если заметили, что уровень самостоятельно подозрительно поднимается, это говорит об неполадках. Один из причин может попадание бензина в масле. Когда бензин попадает в масло двигателя, это большая опасность для внутренних элементов ТВС. Узнаем, почему такое происходит. Естественно, судить с просачивания топлива моторное масло удается визуально и по запаху. Такое масло меняет густоту и цвет. Двигатель может начать работать шумнее. Сотрудняется разгон. Обращать внимание следует и на выхлоп, густой, с характерным запахом бензина. Автомобиль также может глохнуть, а двигатель троится. Примечательно, что если бензин попал в масло, то такое возможно даже на целиком рабочей и исправной поршневой. Это очень серьезная проблема. Чем больше бензина попадает в масло, тем хуже. Причин, почему масло попал в бензин достаточно много. В том числе они зависят от типа топливной системы мотора. Тут мы рассмотрим варианты попадания бензина в масло для инжекторных двигателей. Первая причина. Использование некачественного топлива. Оно может повреждать уплотнение, через которое со временем топливо и будет просачиваться в двигатель. Вторая. Использование некачественных просадок. Некачественные просадки в топливо могут испортить скерметизирующие прокладки. Третье. Стертие кольца поршней цилиндра и слабая компрессия. Четвертое. Неисправная система ЭГР. Неправильная работа системы рециркуляции выхлопных газов также может стать причиной того, что масло попадает в бензин. Пятое. Пропускают форсунки. Такое часто бывает у двигателей с непосредственным прыжком топлива. Например, ТСА двигателей. Хотя подобная же проблема может быть и в обыкновенных инжекторных двигателях. Четвертое. Неисправный вакуумный регулятор топлива. При его некорректной работе часто топливо возвращается в двигатель и через зазоры смешивается с маслом. Бугатая топливно-воздушная смесь. Восьмая. Неисправная катушка зажигания свеча. Высоководные провода. Результатом этого является тот факт, что топливно-воздушная смесь в конкретном цилиндре не сгорает. Воздух естественным образом улетучивается и испарение топлива остается на стенках цилиндра, откуда попадает картер. Как определить бензин в масле? Первые подозрения могут появиться, если при и после каждой проверки уровень масла в двигателе самовольно подозрительно поднимается. Простейшим методом проверки, что позволит узнать, есть бензин в масле или нет, понюхать масло при проверке уровня щупом либо при откручивании крышки маслозаливной горловины. Если масло в двигателе пахнет бензином, это должно Вас насторожить и составить произвести несколько других проверок. Заметьте, что масло может иметь запах не бензина, а также ацетона. Если заметили что-то подозрительное, вот что советуют специалисты для глубокой и тщательной проверки. Можно просто обмакнуть щуп в емкость чистой водой. Если на поверхности жидкости появится разноцветная пленка, это укажет на то, что бензин в масле в двигателе. Эффективный капельный тест, который проводят на прогретый двигатель. Силовой агрегат заводят и оставляют работать около 10 минут. То есть для проверки лучше использовать теплое масло. После этого выдерживают 5-минутную паузу и копают смазку щупа на белую бумагу. Чистое масло сохранит свою форму, а смешанное с горючим начнет расползаться по поверхности листа. Как утверждают нас знатоки, если в масле присутствует бензин, тогда на бумаге вокруг темного пятна появится светлый круг, белый-желтоватый круг, и чем шире этот круг, тем высокое количество бензина в масле. Ну и еще вариант для проверки. Проверяем моторное масло на горение. Многие опытные автолюбители для того, чтобы узнать, есть ли бензин в масле, предлагают просто поджечь смазывающую жидкость. Ни опытные водители часто ошибочно пытаются просто поджечь масло прямо на щупе. Такой подход не даст результата. На самом же деле, необходимо поджечь разогретую в пробирке масло. Так для этого нужно взять стеклянную пробирку с узким горлышком и налить в нем небольшое количество масла. Обратите внимание, что в процессе нагревания горлышко пробки необходимо герметично закрыть какой-либо крышкой. Температура возгорания пары моторного масла гораздо выше, чем пара бензина, поэтому в нормальном состоянии испарения масла гореть не будет. Далее, когда используемые и образцы достаточно нагрелись, необходимо открыть крышку приборки и быстро поднести источник открытого огня, сожигалку или спичку. Если выходящее испарение не загорелось, значит, скорее всего, масла бензина нет. А если загорелся и появится пламя, значит, в масле присутствует бензин. Ну и в конце, если информация в видео чем-то была полезным и интересным, просто подписаться на канал, обязательно жмите на колокольчик, ставьте палец вверх и комментируйте видео. Спасибо всем за внимание.